Здравствуйте! В эфире программа «Свои люди» и я ее автор и ведущий Антон Веселов. Мир большой, нам нужно держаться вместе, поэтому мы задумали такую программу бесед о самом главном со своими людьми. Вот сегодня один из таких людей – это Мария Кожина, координатор фестиваля камерных спектаклей «1, 2, 3». Но говорить мы в первую очередь будем даже не о высоком искусстве, а скорее о таком социологическом срезе, который позволяет воспринять в уютных камерных небольших залах этот фестиваль. Такое впечатление, что это такие кабинки гласности, которые были очень популярны на рубеже 80-х и 90-х годов. Люди, в которых что-то свербит внутри, наконец позволяют себе, и это позволяет им аудитория, выплеснуть наружу. И вот если посмотреть описание спектакля, которое есть у меня в руках, то в основном это о проблемах, сложностях в общении от самых маленьких до самых пожилых. Фактически об этом, мне кажется, и весь фестиваль. Как происходил вообще процесс отбора этих работ? Процесс отбора происходил, ну, мне кажется, довольно по стандартной схеме. Нам присылали заявки, когда мы объявили о том, что мы их принимаем. У нас был экспертный совет из пяти человек. И мы группировали заявки, отсматривали, составляли шорт-лист, и потом все вместе посмотрели шорт-лист и уже выбрали тех спектаклей, которые появились у нас в программе. Надо сказать, что это был такой процесс довольно длительный, потому что мы не ожидали такого числа заявок, не ожидали, что так популярен этот жанр. Около 180 заявок, при том, что на прошлом фестивале два года назад было около сотни. И мы уже тогда думали, что ничего себе, как много людей... Что-то случайное, такого больше никогда не повторится. Так много людей о нас знают. А тут мы поняли, что прошло еще два года, спектакли еще появились, и их стало больше. И о фестивале, поскольку он будет четвертым, о нем уже знают. И, видимо, ждут, когда же можно отправить заявку в Новосибирск. Ну, камерные еще ладно, к ним как-то более-менее автор и зритель привычен. А моноспектакли, как я понимаю, их абсолютное большинство в нынешней программе. Да, пожалуй. И это совсем редкий жанр в обычной театральной жизни, правда ведь? Ну, что касается Новосибирска, мне кажется, да, у нас очень немного моноспектаклей. Они есть, но... Актеров так много, что для каждого устроить, по-моему, спектакль не получается. Да, но вот смотря на этот срез нашей страны, на все эти заявки, мы понимаем, что этот жанр популярный. С одной стороны, может быть, потому что актер работает один, и ему удобно работать одному наедине с режиссером. Никто больше не нужен, не надо ни с кем договариваться. На сцене надо договориться только с собой. Ну и... Что самое сложное. И, наверное, это такая самая аскетичная форма, которая не требует часто каких-то дополнительных оформлений, каких-то спецэффектов. На самом деле, я думаю, что это же замечательно, когда можно прийти на спектакль, где есть артист и все. У него даже стула может не быть. И ты находишься в этом диалоге с артистом тоже напрямую, буквально один на один. Но при этом в нем должен быть сосредоточен невероятный магнетизм. Конечно. Где же таких людей-то понабрать? Можно же всегда спрятаться за партнеры, за какую-то часть антуража, за музыку, за свет. А здесь ты один на один. Если ты скучный, в зал через 15 минут умер. Полная тишина. Ну, я думаю, что артисты это умеют. Заводите, наконец-то. А теперь встаем снова. Итак, о чем они готовы рассказать? Можно ли сделать вывод на основе тех работ, которые прошли в основную часть фестиваля, то есть в конкурсную и в дополнительную? Как я понимаю, это какие-то мастера, особые люди, кстати. Чем отличаются эти две части? Конкурсная и внеконкурсная программа. Ну, внеконкурсная программа у нас в этот раз международная. Ее отбирала куратор, продюсер, театральный критик Ника Пархамовская. И, ну, пока что из всех экспертов только она видела эти спектакли. Это было на ней. Ну, она уже сказала, что, слава богу, никакой классики, только все современное, остро-социальное такое. В общем, самое-самое сегодняшнее. Да, ну, мы знаем, что международная программа, она больше движенческая. Основанная вот на пластике. А конкурсная программа у нас получилась абсолютно разножанровая. Там есть и спектакль для детей. При этом это спектакль, в котором артисты работают с предметами. Ну, он такой ощущенческий. Есть спектакль, который ближе к современной хореографии. Есть спектакль, который можно условно назвать музыкальным. Есть драматический. И, в общем, спектакли разные. И проблемы, которые они затрагивают, в общем-то, тоже разные. И сказать, что постановщики, актеры посвящают свое творчество какой-то одной проблеме, ну, невозможно этого сказать, потому что вот они заостряют внимание на каких-то разных аспектах нашей сегодняшней жизни. Можно стартовать от красоты отношений в любом возрасте спектакля. Не помню, как он называется. Ну, мне кажется, это очень трогательно. The days, да? В этом спектакле есть и совсем юные актеры, а есть и в буквальном смысле совсем пожилые пары такие, пенсионеры, актеры. И вот в течение всего этого спектакля нам демонстрирует возможность интересных, красивых, увлекательных отношений в любом возрасте. И, собственно, спектакль о том, что любовь, она всем возрастам покорна. Это аутотренинг или действительно так себя ощущают, так чувствуют постановщики и актеры? Я думаю, что так себя чувствуют. Еще важно, что этот спектакль, спектакль финской компании, будут предварять два мастер-класса. Это мастер-классы для пожилых людей, людей возраста 60+. Это жители нашего города. Мы надеемся, что они придут. И как раз в этом спектакле пожилая пара, которая выйдет на сцену, это будут новосибирцы, которые пройдут два дня пластических тренингов. Пройдут курс и их еще отберут, какую-то пару. Да, да-да-да. Как интересно. А насколько вообще активна эта аудитория в театральном деле? Мне кажется, возрастные любители театра, самые консервативные, так же об этом принято говорить? Ну, принято, да. Но мы пытаемся с этим поспорить утверждением, правильно? Конечно. Мне кажется, что самые консервативные не пойдут на движенческий мастер-класс. И испугаются вообще такого отношения. Или это такая практика на какое-то раскрытие и на коммуникацию, на открытость театру. И, кстати, любопытно, как это сработает. Мы, на самом деле, пока сами не можем предугадать и предсказать, как это будет. Нам не дано предугадать. Значит, 60 плюс – это одна сторона нашего широкого этого раструба. С другой стороны, у нас спектакль, жанр которого назван очень интересно. Для меня впервые я такое слышу – предметный театр. И, судя по аннотации, это спектакль, в котором все можно будет, как в хорошем современном музее, взять пальчиком и буквально потыкать. И ощутить объем, температуру, какой-то услышать звук. В общем, это не театр в стандартном таком понимании слова. Очень похоже описываете, но будет немного наоборот. Потому что это не спектакль, где зритель предоставлен сам себе и может ходить и что-то трогать. Это спектакль… Они нас трогают? Да. Боже мой. Это чудесная история. Мне кажется, для всех возрастов история про девочку, которая не видит. И зритель в этом спектакле превращается в человека, который может мир ощущать, но не может его видеть. Артисты очень заботливо проводят нас в определенное пространство. Мы сидим в масках. И вся история, которую они рассказывают, мы ее чувствуем с помощью предметов. Потому что артисты подходят к нам, касаются какой-нибудь мягкой варежкой или чем-то шершавым. Это какое-то удивительное впечатление, потому что ты понимаешь, что воспринимаешь мир как-то по-другому. Не так, как привык. И еще история очень трогательная. И мне кажется, в этом спектакле как раз вся магия театра, которая возможна, она срабатывает. Ну и третий такой столб, который бросился мне в глаза, это, конечно же, спектакль о конце времен. Спектакль о том, как человек должен выстоять и принять правильное решение в невероятно тяжелых условиях, которые на него за что-то свалились, с правильным названием «Сибирь». Спектакль «Питерский». Авторы, не знаю, какой страны. Феликс Миттерер. Откуда он? Не наш, короче говоря. Человек не наш, приезжий. И мне кажется, вот как раз это такой третий луч, который показывает беспокойство относительно молодого поколения, в том числе и поколения творцов. Значит, первое, что мы уже определили, это боязнь потерять чувства, а именно любовь. Второй луч – это ощущение, недостатка ощущения. Необходимо как-то иначе коммуницировать с миром, потому что он целиком сформирован в какую-то черную коробочку, которая посылает тебе текстовые сигналы, а ты даже не знаешь, какие при этом чувства испытывать телом. Ну, в общем, тело ничего вроде бы как не производит, никаких электрических импульсов. А ты формируешь свое познание исключительно на уровне чтения и отправки тоже каких-то текстовых месседжей. Ну и третье – это традиционный вопрос всех людей, которые в какой-то момент себе задают, которые оказались в Заурале, за что я здесь? Вот, видимо, на этот краеугольный молодежный вопрос отвечает спектакль «Сибирь». Я правильно понимаю? Ну, «Сибирь» на самом деле не имеет какой-то прямой отсылки к географии. Про Сибирь… Ну и тоже не географическим Сибирь. Да, про место, где мы живем, в общем-то, в спектакле мало говорится. Речь идет там как раз о старом человеке, который находится в доме престарелых или в приюте. И свое нахождение там он воспринимает как ссылку в Сибирь. В холодную Сибирь, где нет общения, где он одинок. И по ходу спектакля, удивительно, кстати, что исполняет эту роль молодой артист. И он как-то просто потрясающе перевоплощается в старика, который скучает по своим родным, обвиняет их, естественно, за то, что они его сослали. И он вынужден заканчивать свои дни в таком состоянии, в таком месте. И плюс по ходу спектакля он вспоминает что-то из своей прошлой жизни, рассказывает. И это такой экскурс в историю одного человека, к которому мы подключаемся за счет того, что мы можем думать о том, как бы мы поступили в этой ситуации. Как бы мы могли чувствовать себя на месте его родственников или на его месте. Как мы осмысляем вот этот отрезок жизни, который он описывает, что с нами происходило в это время и так далее. То есть через историю другого человека мы можем ответить на какие-то собственные вопросы и прийти, наверное, к каким-то ответам, возможно, неожиданным для нас. Потому что, мне кажется, это не то, чтобы тема, о которой мы все время думаем, особенно мы, люди молодые, на самом деле, как-то не принято думать о старости. И времени нет думать о старости. А тут мы напрямую сталкиваемся с этим вопросом и пытаемся представить свою жизнь и себя, возможно, в этом возрасте и состоянии старого человека. Одним словом, на примере этого фестиваля мы еще раз можем подчеркнуть, что спектакль, на любом уровне спектакля и вообще театральная сама среда давно уже перестала быть частью такой развлекательной культуры. И это какое-то сосредоточение таких от социальных, психологических, психиатрических, даже, может быть, таких практик до телесных. Наверняка нужно для того, чтобы понять и осмыслить все эти заявления актеров и постановщиков, необходимо как-то подготовиться. Что необходимо сделать для того, чтобы на должном уровне воспринять информацию, которую для нас приготовил этот фестиваль «1, 2, 3». Ну, мне кажется, что какой-то особенной подготовки не нужно. Вообще, кстати, название «1, 2, 3» мне всегда напоминает пробу звука микрофона. «1, 2, 3» такое обычно говорят. И мне кажется, как раз этот спектакль, этот фестиваль подчеркивает важность внимания, отношения вообще к самым разным деталям. Товарищи, прислушайтесь. «1, 2, 3». Как меня слышно? Не было такой коннотации? Ну, мы на самом деле про «1, 2, 3» думали о том, что вот у нас спектакли, где не более трех артистов участвуют. И отсюда появилось это название. Но мне нравится история с проверкой микрофона, да. Мне кажется, самое главное приходить без ожидания, с открытым сердцем. И не бояться, что это будет какой-то опыт травматичный. И не бояться того, что со сцены будут говорить о каких-то проблемах. Потому что как раз театр – это то место сегодня, где мы сталкиваемся с жизнью и с теми ее аспектами, с которыми мы, возможно, не сталкиваемся в повседневности. Например, в программе есть спектакль-магазин Центра драматургии из Екатеринбурга. И речь там идет о жизни мигрантов и о проблемах мигрантов, которых мы тоже, наверное, не задумываемся. Пока сильнее только. Каждый день. А это оказывается очень сложная, тоталитарная, иерархичная система. И пьеса «Магазин», которая была несколько лет назад прочитана на фестивале современной драматургии «Любимовка», и спектакли, которые по ней ставят. Один из спектаклей, кстати, привозили в Новосибирск. Это был спектакль Эдуарда Шахова. Его показывали в «Старом доме». И мы сейчас привозим спектакль по этой пьесе. И виден интерес к ней как раз потому что, к пьесе, к спектаклям, потому что это какая-то территория закрытая, куда мы не проникаем никогда. И этот разговор двух женщин, который там происходит, и история двух женщин, конечно, очень жесткие, жуткие. Но театр позволяет нам узнать что-то, помимо того, с чем мы сталкиваемся каждый день. Ну вот это, с одной стороны, хорошо. И многие зрители прежних времен жаловались на то, что театр не дает им некоторого интерактива, который вокруг уже вовсю развивается. А сейчас практически у любого театрального эксперимента есть такая дописочка, он инклюзивный какой-нибудь. И ты каждый раз думаешь, на каком уровне ты будешь участвовать в действия, которые тебе бы, может быть, хотелось бы от себя отдалить. Как, например, какая-то тяжелая ситуация с мигрантами. Я вроде бы не мигрант, у меня своих проблем полно. А тут меня сейчас выведут на сцену, вполне возможно. Возможно, меня представят мигрантом каким-нибудь. А я не хочу играть эту роль. Или все-таки разделение на сцену и зрителей остается? Ну, в спектаклях, которые будут на фестивале, практически везде остается разделение на сцену и зрителя. Мне кажется, это, возможно, довольно опасный ход в какую-то тяжелую ситуацию у зрителя заводить буквально. И тут есть возможность восприятия со стороны все-таки больше. И наблюдения за ситуацией. Но при этом, конечно, спектакли, которые в программе фестиваля, они рассчитаны на какую-то интеллектуальную работу и какое-то интеллектуальное включение. То есть, скорее, внутреннее переживание. Человек мучается, я мучаюсь вместе с ним. А формы мучения от спектакля к спектакля меняются. Но, судя по описанию, есть и светлые. Их, правда, не очень много, как я понимаю, процентов 10. Да. То есть, один-два спектакля, в общем, более-менее уверен в завтрашнем дне. Это позволяет нам на него тоже рассчитывать. Да, мы же разные хотели спектакли показать. Так случилось или вы отобрали такие спектакли? Какие-то немножко пессимистичные? Сложно сказать. Но мы старались отобрать спектакли, актуально звучащие. И так случилось, что у нас очень много спектаклей по современной драматургии. А современная драматургия, российская в особенности, занимается каким-то травматичным опытом все время. Какими-то... Экстремальная журналистика такая. Какими-то болезненными ситуациями, травмами. Совершенно разными. Даже стресс, который мы испытываем все время, он тоже становится таким, ну, каким-то болезненным состоянием. И тоже это состояние включается в сюжеты современной драмы. Но поскольку современная драматургия – это то, что ведет театр, то, что способствует развитию театра, мы, конечно, не могли обойти эти спектакли. Ну, это как некоторые представители молодежных культур говорят, что мы же люди довольно апатичные. Если нас постоянно не подталкивать и не провоцировать, мы вообще не заметим, что что-то вокруг происходит. Отчасти это правда? Мне кажется, вполне... Ну, такое обычное переживание, оно как-то не цепляет. Как часто говорят где-нибудь в Москве на федеральных телешоу, если в юридической программе нет тройного убийства с изнасилованием, ну, как-то это все несерьезно как-то. Пусть далеко от реальности, зато волнует, поражает воображение. Вот по какому-то такому пути довольно часто идут и экспериментаторы от театра. Не разрушает ли вот эту вот тонкую, такую внутреннюю канву размышления простого, нормального, здорового человека, у которого тоже полно всяких разных переживаний. Но, тем не менее, он не находится в каких-то экстремальных отношениях с обществом и не рискует в буквальном смысле своей жизни. Но рискует чем-то ментально. Я считаю, что, конечно, позиция, что мы идем в театр за красотой и радостью, она имеет право на... Ограниченное. Существование и, конечно, зритель может идти в театр для того, чтобы отдохнуть и чтобы получить какое-то прекрасное впечатление. Но современный театр все-таки, мне кажется, стремится отражать жизнь и те ситуации, которые в нашей жизни происходят, какие-то неприглядные, для того, чтобы большая широкая аудитория их заметила. Потому что все мы заняты собой в основном. И можем часто пробегать, проходить мимо чего-то важного, что существует, что наделяется какой-то проблематикой. Но мы не успеваем с этим как-то работать, соприкасаться и так далее. Мне термин нравится – атомизация общества. И театр становится как раз местом разговора об этих проблемах. Местом погружения и включения. Местом, где можно что-то узнать, что-то понять, в том числе понять про себя. Все-таки при этом театр, мне кажется, все равно работает как разговор человека с человеком. И артисты, которые играют какие-то роли от лица своих героев, делятся с нами проблемами, которые в сегодняшнем обществе важны. Мне кажется, иногда получается такая политика двойных стандартов. Постановщики в своих интервью говорят, что самый сложный, конечно, жанр – это интеллектуальное рассмешить. Вот такая настоящая высокая комедия – это высший пилотаж. Но, к сожалению, мало кто тут же начинает приводить в качестве антитезы веселые спектакли по пьесам Куни, например. Но когда сами они ставят спектакли, после этих спектаклей зрители уходят в лучшем случае в слезах, а в худшем случае с такими лицами, как будто Сибирь уже наступила. И они уже оказались в последнем пределе и, в общем, увидели себя в качестве обитателя приюта. В первоначальном отборе все-таки были какие-то веселые спектакли? Жизнеутверждающие? Ну, поскольку мы не смотрели изначально все-все, ну, невозможно каждому эксперту посмотреть 180 заявок, с ума можно зайти. Это проект, между прочим. Ну, просто надо тогда очень много времени посвятить этому, а мы как-то старались быстро сформировать программу, ну, так у нас были довольно сжатые сроки. И, ну, сложно сказать вот среди этих 180 заявок, какой был процент веселых спектаклей. Но в тех, по-моему, 15, которые мы отобрали в шорт-лист, были спектакли, ну, не то чтобы веселые, но жизнеутверждающие точно. Ну, и на самом деле те спектакли, которые мы выбрали в программу, несмотря на какую-то проблемность, несмотря на то, что это может быть экстремальный опыт описываться в спектаклях, все равно он нужен для того, чтобы, выходя из зоны комфорта, эту зону комфорта расширить. Расширяем зону комфорта до целой Сибири. Да. Хорошо. Среди тех пьес, спектаклей, которые попали в этот шорт-лист, о каких мы еще важных на сегодня открытиях не сказали? Вот три мы довольно подробно рассмотрели. Что у нас там еще есть любопытного? Значит, мы поговорили о The Days, о невидимом слоне и о проекте, который называется «Сибирь». Такое не забудешь. Осталось еще достаточно много проектов. Я бы еще сказала о невидимом слоне, такую ремарку, что это новосибирский спектакль. Новосибирский, наконец-то. Что его можно будет увидеть и после фестиваля. Но там очень камерное пространство, очень небольшая аудитория. Но я призываю тех, кто не сможет попасть на фестиваль, обязательно на него сходить в другое время. Не отчаиваться, а вписать себя в лист ожидания. Да. Хорошо. Есть еще один спектакль, между прочим, в шорт-листе, который мы, наверное, можем увидеть и в другое время. Во всяком случае, мы его уже видели. Я имею в виду коромысли. Коромысли, да. Этот спектакль, не могу сказать, что регулярно, но время от времени он появляется в афише Старого дома и Мастерской Панькова и Крикливого. Правильно, да? Ну, сейчас он идет только в Мастерской Крикливого и Панькова. А премьера была в Старом доме. А премьера была в Старом доме. Ну, где-то раз в месяц его стараются играть, да. Интересное прочтение. Это единственная, как я понимаю, из программы музыкальный спектакль. Но тоже о переосмыслении. Конечно, не просто о музыке, а о том, как из музыки сделать некий жест. Остальные спектакли о чем? Есть замечательный спектакль «Говорит Москва» из Нижнего Новгорода. По современной пьесе, опять же. Но это спектакль, который обращается к нашему историческому прошлому, к временам сталинским. И чудесная артистка, которая исполняет этот спектакль, она примеряет на себя множество ролей. И из этих ролей создается такой хор. Хор Москвы, который описывает каким-то образом историческую эпоху. Но важно, что в этом спектакле есть две точки, которые как бы рифмуются, сравниваются, возможно, и, естественно, отталкиваются друг от друга. Это смерть Сталина и смерть режиссера и актера Михоэлса, которого убили НКВДшники, собственно. И через эти две истории и через истории других персонажей мы можем как-то осмыслить, как мы относимся к своему историческому прошлому, к прошлому нашей страны, и как мы воспринимаем это сегодня. Ну, важно ли для нас это? Мне кажется, здесь может быть любопытный разговор именно с молодым зрителем, насколько они в контексте, молодые люди, насколько они погружены в это, знают ли они об этом, и как они к этому относятся. И как это соотносится с нашим сегодняшним временем. Это горячая информация. Хорошо, короче говоря, мы приняли решение, я говорю от лица всех новосибирцев, в обязательном порядке поучаствовать в этом фестивале, который, насколько я помню, стартует 21 февраля. И будет он разом проходить на нескольких площадках, как очень привычных, так и совершенно новых, вроде театрального пространства «13-й трамвай», который вот-вот только-только был испечен в конце прошлого года. Хотя люди, которые заправляют этим театральным пространством, все те же, нам хорошо знакомы. Я имею в виду Сергея Николаевича, нашего замечательного Афанасьева. Спасибо огромное. Встретимся на театральном фестивале камерных спектаклей «1, 2, 3». Я напоминаю, что у нас в гостях Мария Кожина, координатор этого фестиваля. Я напоминаю, что все мы были гостями программы «Свои люди», а я ее автор и ведущий Антон Веселов. Увидимся. Продолжение следует...